Донести информацию до группы людей – непростая задача, а сделать это на иностранном языке еще сложнее. Профессиональный экскурсовод не просто должен рассказать факты о городе и достопримечательностях, но и сделать это интересно, а еще важно адаптироваться под обстоятельства. Максим Терляев ведет экскурсии на двух языках – русском и английском. Языком Шекспира Максиму пришлось докладывать перед комиссией, чтобы получить обязательный аттестат экскурсовода. Первая задача для меня, мне показалось это важным, чтобы люди, которые приезжают в город, они могли влюбиться в город. Потому что, вот честно, сейчас проводил очень много экскурсий, и люди приезжают с такими критичными лицами, фу, что можно в вашем городе видеть, да мы вообще проездом, мы вообще просто так приехали. А потом к концу экскурсии у них только это, а мы не знали, что так классно, а мы не знали, что здесь можно так посмотреть. И они уезжают отсюда удушевленными, с такими приятными воспоминаниями и влюбленными в город. К экскурсиям на иностранном языке аттестационная комиссия привыкла. А вот экскурсии на языке жестов для региона в новинку. Гид с нарушениями слуха в Ульяновске экзаменуется впервые. Юлия Гринберг – педагог школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер 87. Юлия проводит экскурсии в школьном музее, а также активно работает со слабослышащими гостями города. В принципе, Юлия – человек востребованный, получается, успешный. Зачем ей еще экскурсионная деятельность дополнительная? Для чего ей? Я хочу развить культуру, культурическую историю для глухих и слабослышащих. И сделать популярным жестовый русский язык. Я уже много лет провожу экскурсии для глухих и слабослышащих. Показываю историю города, различную культуру, чтобы глухие знали, гадая историю нашего города. Посмотреть на Юлию Гринберг в деле могли все члены комиссии. В день аттестации она провела экскурсию по центру города для детей с проблемами слуха. Аттестация гида в первую очередь нужна, чтобы гости и жители города были уверены в профессионализме и знаниях экскурсовода. Такая потребность возникла уже давно. И связано это с тем, что, к сожалению, особенно в туристических городах, Москва, Санкт-Петербург, какие-то другие, допустим, города Золотого кольца, встал вопрос о том, что экскурсоводов много, но рассказывают они иногда истории, отдаленно напоминающие действительную историю этих мест. Все аттестованные экскурсоводы вносятся в Федеральный реестр Министерства экономического развития РФ. На данный момент сертификат и нагрудную карточку получили 67 экскурсоводов и гидов-переводчиков Ульяновской области. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.